Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Сегодня у нас два гостя в студии. Сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев и член правления, исполнительный секретарь Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин. Я напомню, что мы будем говорить сегодня о исследовании Латвийского комитета по правам человека, касающейся положения латвийских нацменьшинств, а именно образование, вопрос образования. Дело в том, что Латвийский комитет по правам человека с самого начала своего основания он проводит такие исследования о положении латвийских нацменьшинств. Ну и вот в сентябре закончилась очередная часть, касающаяся образования. Я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939, пожалуйста, звоните. Можно также писать в наш видеочат, на портале MixNewsLV идет прямая видеотрансляция, ну и также задавать вопросы на страничке радиоболтком в фейсбуке. Да, и как я понимаю, вас еще можно назвать историками латвийского образования, поскольку вот вы тут приводите и нормативный акт, и сравниваете положение с образованием в довоенной Латвии сейчас, и как я понимаю, получается, что все стало гораздо хуже. Смотря с чем сравнивать, если сравнивать с довоенной Латвией, как это было сделано в сегодняшней газетной статье, то ситуация не только ухудшилась, она стала прямо обратной, потому что основным принципом образования Первой Латвийской Республики было образование на родном языке. Причем нормативные акты, которые гарантировали это образование для латвийских насмельхенцев, они принимались в самой драматической обстановке в ходе гражданской войны, военных действий, и меня очень сильно поразило то, что обе стороны в гражданской войне в этом отнаходе придерживались сурхода одинаковых принципов. Как бы в декрете правительства Петра Стучки, это сформулировано особенно четко, образование исключительно на родном языке, а все остальные языки изучаются как иностранные. Теперь у нас как бы латвийский язык – это нахо все, и никто не спорит о том, что его нужно глубоко изучать в школе, но он внедряется в качестве языка преподавания, а с тех пор в пробегу к тебе до Первой и Второй республикой принято множество международных рекомендаций, которые подтвердили правоту отцов-основателей нахого государства, и если в двух словах их характеризовать, то чем больше родного языка в образовании, тем лучше, а если все-таки постепенно с увеличением возраста переходить к государственному, чем постепеннее этот переход, тем лучше для ребенка. Ну вот говорят, что вот такой закон у либеральной Первой республики был принят президентом Чакса именно на основе его личного опыта. Он учился в Елакарской гимназии на немецком языке, ему запрещали говорить по-латышски, и поэтому вот он как бы такой закон и сделал, который вот отцы-основатели Второй республики, так сказать, уже почему-то не повторили. Да, этот закон был принят в 1919 году и просуществовал фактически до 1935 года, а нынешняя Латвия больше повторяет тот курс, который был принят после переворота Карлиса Улманиса с законом об образовании 1935 года. И надо сказать, что и после 30-х годов, конечно, тоже продолжалось сужение прав небольших национальных меньшинств. Так вот, что можно ответить как положительное в опыте новой Латвии по сравнению с Латвийской ССР, это возрождение еврейских школ, польских школ, потому что польские школы в Риге и в Краслове были закрыты в 1947 году при Сталине. Ну, понятно, что еврейская община была уничтожена во время Холокоста, немецкая община была вывезена в 1939-1941 годах, поэтому в отношении маленьких национальных меньшинств в нынешней Латвии есть некоторый прогресс. Ну, польские школы открылись, по-моему, еще в 1989 году, тоже есть, еще в сетское время. Ну, да, во время перестройки. Я бы мог бы немножечко поспорить с Александром, потому что Ульманес вовсе, хоть и был диктатором, да вот, да, Хэдис Кволдас Мельхэрстон, сохранил многое, кто остался от Первой Республики. Например, инициатива именно его правительства о внедрении, географии и истории Латвии с обучением на латышском языке, она выводилась только с пятого класса. А теперь у нас в первом классе к сахалению по ряду билингвальных моделей от русского языка, от родного языка на Смельхэрст, где остается практически ничего. И, кроме того, возрождение школ третьих национальных Мельхэрст, оно произошло больше на бумаге, чем в реальности. В Первой Республике примерно 15% всех коллегов учились в этих школах третьих Мельхэрст. Теперь их меньше одного процента. То есть, понятно, что как-то польское, которых всего пять, по всей вероятности, и как-то украинская или белорусская школа, которых по одной, они являются центром культуры, конечно, соответствующей национальной группы. Но даже хоть какой-то след их в статистике, числа учащихся найти крайне трудно. Что можно сказать вообще о самом исследовании? Давайте немножко чуть-чуть вернемся к его формату. Вот как оно выглядит, какие основные его выводы вы уже сказали. Но все-таки вот Александр, я так понимаю, принимал активное участие. Я, наверное, начну и продолжит Владимир Викторович. Я начну с того, что закрытие русских школ идет опережающими темпами по сравнению с школами в целом, латышскими школами. Да, понятно, что число населения сокращается, но почему-то число русских школ сокращается намного быстрее. Есть какие-то цифры, которые вы можете привести, чтобы мы сразу не были голословными, а вот сказали, что действительно закрытие русских школ опережает вообще закрытие любых? Да, за последние 16 лет, по статистике самого Министерства образования, число русских школ сократилось на 101, число латышских школ на 108, ну, при том, что латышских школ гораздо больше, конечно, и было, и остается. Кроме этого, еще закрылось... Но школ латышских все-таки больше закрылось, получается. Если считать число школ... Ну, вы пропорционально считаете или все-таки по количеству закрытых школ? Мы считаем и то, и другое. По количеству школ, конечно, больше латышских, поэтому больше и закрытых латышских, но по процентам, по соотношению с числом населения соответствующего языка, гораздо больше закрывается русских школ. А в связи с чем? Вы изучали причины закрытия русских школ? Почему? Конечно, изучали. Мы не только изучали причины, но и привели четыре прецедента. Особенно интересно закрыть первую из них. Она была распологана там, где находилась управа Земгольского района. Ну, то есть через окно управы было видно вот раздрагающая худка ее члена, русская школа, которая была построена в 1911 году специально для русских коллегов и освящена их православным священникам. Основание было, что дети двух соседних латышских школ учатся в две смены, нужно их туда переселить, чтобы они учили смену одну. Родители обахли все тогдахние инстанции, объявили голодовку прямо в кольном дворе и их разогнали, в общем, очень хорстными методами. Ввели туда земель саргов, поставили грузовики, вытянули все книги на асфальтной хкольной библиотеке. Вот был такой прецедент. А после этого было Тукумс, было Цессис. Последний случай. Это в Латгалии была закрыта одна из школ. Причем в каждом случае это была единственная школа в крупном регионе. Там не осталось вообще ничего на русском языке начального образования. И это явно противоречит всем международным обязательствам Латвия. После того, как мы в 2005 году наконец-то ратифицировали рамочную конвенцию защиты национальных мельхоз, в этом окнахане Латвия действует прямо противополохно обязывающим для нее документам. У нас звонок есть. Премиум звонок потом. А, пропал. Ну давайте, Александр, вы дополните. Я добавил бы, что если считать проценты, то за 16 лет закрыто было большинство русских школ, считая двухпоточные. И из латышских школ тоже, считая двухпоточные, примерно 23%. А также одна из пяти польских школ. Двухпоточные – это две смены, которые учились? Двухпоточные – это что? Двухпоточные – значит, что есть латышский класс, есть билингвальный класс, русско-латышский. То есть латышские школы тоже двухпоточные есть? Двухпоточные школы всегда, значит, один поток, Только на ратышском, другой поток, условно-русская школа фактически билингвальная. Хорошо, а вот это закрытие, может, обуславлено именно экономическими причинами? Принципом, деньги следуют за школьников? Не стало школьников, не стало и денег? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Закрывает школа русская с такой интенсивностью, то начинает увеличиваться среднее число учеников в школе. В латыхских школах ничего не наблюдается из-за демографических причин. Там число учеников уменьхается. И теперь примерно в русской школе в среднем 450 учеников, а в латыхской чуть больше 200. Поэтому демография тут абсолютно ни при чем. Это в любой школе или в Риге вы имеете в виду? Это в целом по Латвии. В Риге, к сожалению, наблюдается та картина. Если считать вместе с частными школами, то за последние 14 лет количество латыхских школ в Риге не уменьшилось. А русских уменьшилось чрезвычайно значительно. Сейчас я попробую найти соответствующую цифру. В Риге 69 латыхских школ в 2002 году. И в 2015 только 69. А русских школ было 81, стало 53. И, соответственно, среднее количество учеников в русской школе в прошлом году, по которому статистика у них и есть, 184 ученика. До критерия, который выделил министр Ходурский, 800 человек в школе в Риге осталось совсем немного. Основной путь, который пройден в самой Ригской Думе, последние усилия и критерия будут достигнуты. У нас есть звонок. Давайте успеем один принять до перерыва. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. 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 У меня два вопроса. Первый вопрос. Известный ли нашим уважаемым правозащитникам хоть один случай, когда европейские структуры, в частности, Европейский суд по сторонам человека принял решение в пользу русских в Латвии или в других республике, или это все фикция, поскольку лично мне ни одного случая неизвестно, когда мы могли оставить свои права. И второй вопрос. А не надо ли тогда вообще в этом случае прекратить весь этот фарс с русским образованием, оставить образование на русском языке, и тогда просто пускай будут одни латышские школы. И тогда пускай латышские родители требуют русского образования, раз они выбирают таких, извините меня, не хочется даже выражаться. Спасибо. Да, и вопросы, которые слушатель задал. Первое, во-первых, значит, Европейский суд по правам человека. Был ли случай, когда было принято решение в пользу русских в Латвии хоть раз? Александр, наверное, вы, да? Да. Такие решения были. Первым из них, наверное, было решение по делу под Колзиной о праве быть кандидатом на выборах, потому что у нее были очень странные экзамены по латышскому языку назначенные, когда она стала кандидатом. Это было выиграно. А самое значительное, наверное, это дело Андреевой по поводу пенсии для неграждан за российский стаж и украинский стаж тоже. Напомните коротко, может быть, как это отозвалось, так сказать, на правах всех, кого представляли, может быть, эти люди. Пенсии для неграждан это же не только и Андреевой касалось. Да, это касается тысяч людей. И после внесения этого постановления в Европейском суде Латвия после долгих затяжек, наконец, ратифицировала договор с Россией, по которому теперь неграждане могут получать пенсию за стаж в Российской СФСР. К сожалению, только с момента вынесения, заключения этого договора. До этого они тоже страдали, как признал Европейский суд, от дискриминации, но компенсации пока не получили, и поэтому сейчас в Европейском суде идёт другое дело на ту же тему. Эти два примера показывают, что, да, можно добиваться успехов, правда, они не относятся именно к сегодняшней теме нашего эфира, к школам. Что касается школ, то жалобы не дошли до решения по существу. Европейский суд в деле Гришанковых против Латвии сказал, что тем надо было сначала обращаться в Латвийский конституционный суд. Это в своё время, в 2004 году сделали депутаты Сейма от оппозиции, и кое-чего добились возможностей преподавать на то, что предполагается на латвийском языке, во многих случаях билингвально, что даёт большую свободу выбора для преподавателей. По тому, что будет сейчас, пока что нынешняя предполагаемая реформа образования в конкретных закон не вылилась, только есть обещание правительства переводить школы на латвийский язык, декларация правительства Кучинскиса от февраля этого года. Когда будет закон, тогда можно будет с ним спорить и в судах. Тут трудно предсказать, можно ли чего-то добиться в европейском суде. Примеры, похоже, есть с греческими школами на северном Кипре. Но поскольку греческий язык, собственно, на Кипре является государственным, неясно, как будет относиться европейский суд к русским школам в Латвии, или в Эстонии, или в Литве. Я, с вашего разрешения, отвечу на вторую часть вопроса, которая сформулирует следующим образом. Почему бы весь этот билингвальный фарс не прекратить и не оставить только одни латвийские школы, в которых бы обучались и дети национальных мини-хедов? Я могу сказать, что в исследовании зафиксированы моменты, из которых ясно, что латвийские власти, в принципе, очень боятся такого исхода. И в начале 90-х была даже специальная инструкция ОМОН, которая ограничивала возможность попадания русских детей в латвийские школы, потому что так вводится, что если в детском саду в группе хоть один русский, то все дети начинают говорить по-русски. И сейчас латвийская школа осталась практически такой, как была в Советском Союзе. То есть это как бы школа быхого национального бельханства, которая стала национальным бельханством и никак не могла с этим освоиться. И на родцев там всего лишь 8% – это очень мало. Вот и родители этих 10% детей русских, они сделали свой выбор, могли с ним не соглахаться, его нужно увагать, но надо его всем навязывать. Вот, и поэтому как бы в результате такой двойственной политики получается, что русские школы постепенно превращаются в дети ирзат латвийские школы специально для национальных мельханств, с чем как бы боролись, например, негры в Югно-Африканской республике. Вот это вот и будет настоящий апартеид, если планы правительства Кучинского будут осуществлены. А настоящая интеграция общества – это вот как в Первой Латвийской республике, как, например, в датско-дерманском пограничье, когда существует школа национального бельхана, где всё образование проходит на родном языке. Я был в этом приграничье, и, например, когда входят в немецкую школу в Дании, там висит, во-первых, не дашь ли германский флаг, да, все надписи и назвать их в школу на немецком языке, а войдите в любую русскую школу в Риде, совсем недавно провокал своего старого внука во второй класс, но дойти там надпись на русском языке очень трудно. Как касается Первой Республики, существовала специальная инструкция на тему о том, что да, расписание уроков, название школы, всё на латвийском, и тут оговорка, но если они хотят, пусть все это пихут на русском языке. Вот этого, но если они хотят, а хотят, вот этого, к сожалению, в нахуй супердемократической республике нет. Скажите, а вот по-вашему вообще школу, когда можно закрывать? Можно ли её закрывать, в принципе, неважно на каком она языке? Дело в том, что школа, особенно если речь идёт о школе в сельской местности, это очаг местной культуры, и это одна из причин, почему нужно сохранять, на мой взгляд, самые нерентабельные школы, и латыхтик самоуправление очень хорошо это понимает, отсюда и громадная разница в заполняемости латыхтик и русских школ. И есть ещё вторая часть этого аспекта. Когда дети маленькие, то есть речь идёт о начальной школе, они должны учиться рядом с домом, а не ездить за десятки километров на автобусах. В законе об образовании существует специальная норма, которая указывает, что самоуправление должно гарантировать доступ к дохкольному и хкольному образованию на государственном языке. По сравнению с временами Первой Республики, гарантий для того, чтобы обеспечить это для русскоязычных школ, нет. Более того, вот такая формулировка закона, она прямо предлагает самоуправление закрывать в меньшинственных школах, то они, по сожалению, и дела. А вы как считаете, когда можно закрыть школу, если можно? Ну, наиболее радикальный вариант – никогда. Когда мы были в Сейме в своё время, то от моей фракции «Запчел» предполагался вариант дополнения тех норм, которые регулируют закрытие школ, чтобы в случае закрытия школы ребёнок мог бы в доступной ему местности продолжать образование, в том числе и программу образования на Смельхэнс. Естественно, нас объявили очередной раз в рогами латышского народа и всё это забаллотировали, но именно это является необходимым решением при закрытии школы. Позаботиться о том, куда оденутся дети, в первую очередь, а во вторую – куда оденутся учителя. Не, ну куда оденутся дети, они пойдут, допустим, при закрытии русской школы, они пойдут в латышскую школу. Ну, так оно и происходило. И в ряде случаев происходит. В том Тукумсе, например, где ликвидировали русскую школу, несмотря на мощное сопротивление родителей, когда в Сейме совсем недавно поправка Игоря Пименова к закону об образовании осуществлялась о том, чтобы дать гарантию существованию русских школ, то встал бы Хемер Тукумса на депутаты, сказал, вот видите, как мы в Тукумсе хорошо сделали, мы всё ликвидировали, и если бы все были такие грехательные, как и мы, то этих проблем бы теперь не возникало. Добавлю я как раз об опыте Латвийской республики, с учётом того, что у нас считается государство продолжатель именно той Латвийской республики, основанной в 2018 году. В начале 30-х годов Латвия заключала специальные договоры с Эстонией и Литвой о школах нацменьшинств. И можно было бы использовать то, что было предусмотрено в этих договорах, если набирается 20 учеников для начальной и основной школы, тогда государство должно её содержать, школы меньшинств. То есть, если меньше 20, то закрываем. Тогда, кстати, если всё-таки набиралось хотя бы 9-10 человек, должны были предоставить им уроки родного языка. Ну, то есть, в рамках, может быть, латышской школы, например, да? Да, для некоторых самоправлений это, наверное, неизбежно. Действительно, там очень мало не латышского населения. У нас звонок есть ещё. Пожалуйста, здравствуйте. 672-12-939, 672-13-939. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос Александру Кузьмину. А вам не кажется, что в Латвии притворяется принцип демократического централизма для создания тоталитаризма, что было основным принципом большевиков? Спасибо за вопрос. Нет, не кажется. Урок политологии у нас. Всё-таки смешивать разные проблемы не хочется. И то, что мы сейчас на радио говорим об этом и весьма критично относимся к политике нашего правительства, показывает, что о талитаризме в Латвии сейчас говорить неправильно. Ну, я не так отношусь к этой проблеме. И могу сказать, что как раз и управление образованием царит по сравнению с Первой республикой тоталитаризм. Потому что начисто отсутствует то меньхенственное хкольное самоуправление. Когда были специальные отделы национальных меньхенств, они, например, составляли программу образования для своих школ. В коллекции Александра Кузьмина сохранился документ, подписанный начальником русского управления Юпатовым, о рождейственских каникулах. И, разумеется, дата хостая января, вот, она зацепляла эти каникулы. Вот это вот настоящая демократия. А то, что сейчас демократия называть очень трудная. Ну, может быть, вопрос в количестве учеников русских все-таки? В количестве русских школ? Количество учеников все-таки сейчас даже больше. Тогда русское население составляло примерно 10% населения Латвии, около 200 тысяч человек. Сейчас все-таки примерно четверть, почти 500 тысяч. Скажите, а вот родители сами, они не способствуют тому, разве, чтобы, ну, постепенно, потихоньку, может быть, тоже закрывались русские школы, вот, в связи с тем, что многие родители отдают детей в латышские школы? Вот вы приводили пример Цессиса, это мой родной город, я знаю там ситуацию, я знаю, что там дети, родители которых русские, они уже не говорят по-русски даже. То есть дети идут сразу в латышский садик, русских садиков там никогда не было, ну, не знаю, может быть, какой-то период непродолжительный. В принципе, давным-давно там нет латышей, сразу все идут в латышский садик, то есть знают уже латышский язык буквально чуть ли не с рождения. И далее очень многие родители выбирали путь в латышскую школу. Ну, насчет этих очень многих существует статистика, и она показывает, что в самом начале века, по переписи 2000 года, там действительно доля учеников русских школ была значительно меньшая доля детей соответствующего возраста в составе населения. И теперь все это дело выровнялось, и количество учеников русских школ, даже больше доли их в составе населения, школы остаются привлекательными. Ну, во-первых, практически все нерусские именихинства отдают детей в школу с русским языком обучения, а во-вторых, там вообще среди школиков 14% этнических ЛТХ. Вот такая картина, которая свидетельствует о том, что школа русская, ну, более того, 8 лет последних подряд растет доля русских коллегов в доля среди всех остальных коллегов, кто не оправдывается никакими демографическими причинами. А последние 4 года растет вообще абсолютная численность русских коллегов. И это было предметом дискуссии двух министров, ныне Хлевахадурстиса и Прохлого Тилиса, на тему, а как их будем вообще закрывать, когда продемонстрированы их издеспособности, совершенно ясный спрос. Но тут, возвращаясь к демократии и тоталитаризму, тут как бы насчет спроса могут быть приняты самые рехательные и прямо противоположные ему меры. Я могу добавить еще исследование омбудсмена по билингвальному образованию. Оно вызвало громадный скандал, потому что он заявил, что вот, наконец-то, доход доказательства того, что школу нужно переводить на латышский язык. А туда включены опросы хкольников. Типа, а как вы относитесь вообще к образованию на латышском языке? Сторонников его оказалось явное мельханство. Половина хкольников заявила, что вообще никакого латышского образования не надо. А еще четверть хкольников заявила, что да, нет, ну, конечно, латышский язык изучаемый как отдельный предмет. То есть практически тонкий приговор всему билингвизма. Вот таково настроение родителей и хкольников. Любое демократическое государство должно было бы с ним считаться. Все-таки на чем основаны ваши факты, ваши выводы об ухудшении качества образования в целом? Ну, там как бы два кластера выводов. Первый – это анализ результатов выпускных экзаменов в 12-х классах. При этом это очень субъективная оценка, потому что меняются требования со временем. И поэтому мы просто рассматривали различия между успехами русских и латышских хкольников. Вот эти вот различия, они закономерно меняются в пользу латышских хкольников. Например, математика – предмет, который наиболее подверган облатыховне в русских школах. Изначально в 2005 году заметное преимущество учеников русских школ. И теперь уже достаточно заметное отставание. Только касается и других точных наук, но просто математика, она обязательна, и поэтому там большой массив сдающих его хкольников, а в остальных, возможно, колебания. А второе критерие – это доля лиц с их образованием в составе населения. Исходное состояние переписи 89-го года русскоязычных на 40% больше относительно доли лиц с их образованием. Результат перечисления 2011-го года прямо противополох. На 9% меньше по сравнению с ЛТХ. Вот вам итоговые результаты хкольных реформ, где поддельная эта перепись у населения. Ксихлиния только с собой происходит и в Эстонии. Мы взяли эстонскую статистику, и там все один к одному. И это как бы позволяет нам сделать итоговый вывод, что все хкольные реформы – это попытка устранить более успеховую конкуренту административными методами. Спасибо, нам пора заканчивать на этом. Александр хотел что-то добавить, если очень коротко только. Спасибо, но основное уже я сейчас изложу как раз, Владимир Викторович. Спасибо. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, эту тему продолжим после 9 часов, после выпуска новостей, уже без гостей. А у нас в гостях сегодня были сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев и член правления, исполнительный секретарь Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин. Спасибо и до свидания.